Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы расскажем об очень популярном недокроссовере Nissan Juke. Встречаем! Вот ведь как получается, не любят в наших странах хэтчбеки, а кроссоверы всегда в почёте. Компания Nissan была одной из первых, которая предложила недорогой хэтчбекозаменитель Juke или просто Juke. Действительно, сходство с жестокрылыми насекомыми у этого автомобиля есть, а иначе и быть не могло. Суровая внешность превратила бы эту модель в полу-дастер, а так у компании Nissan появилась очень яркая букашка, которая способна взобраться на бордюр не повреждая пластиковой чешуи. А как обстоят дела у этого пробника-кроссовера с надёжностью? Это вполне японский, но дёшево сделанный автомобиль. Кстати, практически все Juke собраны в Англии. Он сделан из качественной стали с двойной гальванической оцинковкой, то есть ржавчина ему не страшна. Качество покраски тоже хорошее, но говорят, что оригинальная краска красного цвета слабовата. Она сдается под воздействием камешков. Некоторые детали этого автомобиля не любят сильных морозов и перепадов температур. Например, холодная незамерзайка может привести к появлению трещинок на нагретых лампами плафонах, а боковые зеркала, то есть стёклышки, могут треснуть при включении обогрева. Но это далеко не все проблемы, которые преследуют Juke в сильные морозы. Ну а сейчас заглянем под капот. Почти все Nissan Juke оснащены бензиновым атмосферным мотором объёмом 1.6 под обозначением HR16DE. На автомобилях Renault он известен как H4M. Это надёжный, ничем не примечательный силовой агрегат, который способен пройти до 200 тысяч километров без поломок, нуждаясь только в замене масла. А менять масло здесь надо каждые 10 тысяч километров. Но при выборе Nissan Juke с этим мотором стоит держать в голове его некоторые особенности. Есть небольшая вероятность, что этот мотор начнёт расходовать масло через залёгшие поршневые кольца. Экспресс-тест с выкручиванием и проверкой свечей зажигания получится не у многих, потому что для снятия свечей зажигания надо снимать впускной коллектор. Это инженерный просчёт. И не с точки зрения трудоёмкости, а с точки зрения общего ресурса двигателя. На практике на немало походивших двигателях уже встречаются изношенные резьбы крепёжных винтов. Также не стоит забывать о том, что при неаккуратной замене свечей зажигания на запыленных моторах велика вероятность попадания песчинок и соринок во впускные каналы. Да и свечи зажигания на этом моторе надо менять каждые 30 000 км. В общем, чем больше пробег у этого двигателя, тем больше вопросов ко впускному тракту. Также этот мотор не оснащён гидрокомпенсаторами, то есть проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры надо каждые 100 000 км. Если зазоры не соответствуют номиналу, то надо проводить непростую процедуру, а именно снимать распредвалы и устанавливать тарированные толкатели нужного размера. В общем, при эксплуатации Nissan Juke с 1,6-литровым мотором надо следить за уровнем масла, особенно если замечено, что этот мотор масло поджирает. Также свечи надо менять на ответственном СТО. Добавим, что при движении в сильный мороз двигатель может потерять тягу и заглохнуть, а виной этому будет замёрзшая дроссельная заслонка. Но она довольно-таки быстро отогреется от воздействия тепла от выпускного коллектора. А вот если Nissan Juke начинает неуверенно запускаться, то и стартер крутит бодро, а двигатель запускается через раз. При этом никаких ошибок не возникает, то, скорее всего, причина в подгоревших контактах в реле зажигания. Реле зажигания находится вот здесь, справа под капотом. А если стартер не крутит, а щёлкает, то тогда надо проверить контакты на стартере и поджать их. В целом, это хороший двигатель. Фазовращатели служат примерно 200 000 км. Цепь ГРМ тоже вряд ли зашелестит до наступления этого пробега. Замечено, что не надо гонять этот атмосферник на околохолостых оборотах, потому что это приводит к залеганию поршневых колец. Поэтому стоит хотя бы раз в неделю этот 1,6-литровый мотор раскрутить до отсечки. Альтернативный бензиновый двигатель для Nissan Juke тоже имеет рабочий объём в 1,6 литра, но это уже совершенно другой силовой агрегат, раздутый турбокомпрессором до 200 и 218 л.с. Это мотор MR16DDT. В принципе, неплохой силовой агрегат. Его неприятные недостатки были устранены в первый год выпуска. Были решены проблемы с отваливающимися датчиками давления топлива и наддува. А вот на создание долговечной цепи ГРМ ушло пару лет. Дело в том, что на этом моторе цепь растягивалась уже при пробеге в 50 тысяч километров. Кстати, улучшенная цепь ходит не намного больше, то есть она ходит всего лишь 100 тысяч километров. Но и для спокойных поездок заряженного жука не покупают. Допиленный прямовпрысковый мотор MR16DDT в принципе ходит неплохо. Его цилиндр поршневая группа будет даже получше, чем у атмосферника, поэтому жор масла маловероятен. У этого двигателя также отсутствуют гидрокомпенсаторы, тепловые зазоры. Надо проверять и по надобности регулировать каждые 100 тысяч километров. А в морозы может замёрзнуть система вентиляции картерных газов, и это приведёт к выплёскиванию масла через трубку щупа. Поэтому зимой в сильные морозы стоит воздержаться от коротких поездок, которые приводят к образованию эмульсий и замерзанию этой самой эмульсии в патрубках системы ВКГ. С мая 2014 года на Nissan Juke начали устанавливать турбомотор объёмом 1.2 HR2DDT на Renault H5FT с шестиступенчатой механикой. На наших рынках эти моторы редкие. Мотор неплохой, но склонен к жору масла. У нас, кстати, на канале есть обзор на его 900-кубовую версию, так что айда в наш плейлист. В продаже встречаются Nissan Juke с турбодизельными моторами 1.5 DCI – 109 л.с. Это неплохой мотор. Прежде всего, к своему появлению под капотом Nissan Juke этот двигатель избавился от проблемы преждевременного износа шатунных вкладышей. Также появилась новая топливная система Continental, бывшая Siemens. Она менее привередлива, чем Delphi. В принципе, это хороший надёжный двигатель, но упиленные моторы по цилиндропоршневой группе всё-таки встречаются. Сажевый фильтр, клапан EGR и двухмассовый маховик на этом двигателе выхаживает по 200 000 км. Что нужно знать о трансмиссиях Nissan Juke? Самая распространённая пятиступенчатая МКПП получила разбалтывающийся рычаг кулисы. Это лишь приводит к снижению чёткости хода самого рычага и фиксации. Также этой трансмиссии не помешает замена масла каждые 100 000 км. Это благоприятно влияет на подшипники первичного вала. И если появился гул, то гул в этом случае снижается. Шестиступенчатая механическая коробка тоже без нареканий. Ей не помешает замена масла для продления её ресурса. А двухпедальный Nissan Juke оснащены вариаторами Jatka разных моделей. Самая популярная переднеприводная версия получила безступенчатую трансмиссию GF015. Хотя это ступенчатый вариатор. Для расширения передаточного диапазона он был оснащен планетарным редуктором, который даёт этой трансмиссии две ступени. Хотя конусные шкивы и стальной толкающий ремень между ними присутствуют. С точки зрения водителя этот вариатор работает совершенно безступенчато. Стоит обратить внимание, что вариатор GF015 слабенький, с маленьким ресурсом. Его подшипники первичного вала очень плохо переносят езду с топтанием педали акселератора в пол. А если владелец не замечает завывания вариатора, то это приводит к ускоренному износу шкивов и ремня. Царапины на шкивах появляются, если водитель допускает пробуксовки и стремительное ускорение на непрогретом вариаторе. В целом же вариатор GF015 нуждается в нежном обращении и замене масла каждые 40 000 км. Все проблемы на нём проявляются при прогреве вариатора до рабочей температуры. Рекомендуется при замене масла почитать вариатор на ошибки и также измерить давление масла в вариаторе. Турбированный полноприводный «Жук» оснащён более живучим вариатором GF011. Все недостатки этой трансмиссии были исправлены задолго до появления её на «Жуке». GF011 способна пройти вдвое больше километров, чем GF015, но при пробеге в 200 000 км начинается её естественный износ. Первыми сдаются подшипники валов, затем появляются царапины на шкивах. Своевременное обращение на станцию и капремонт вариатора поможет снизить расходы по его эксплуатации. Полноприводные «Жук» встречаются редко, только с турбированными моторами. Трансмиссия у него полноприводная хитрая – в ней один дифференциал, только передний. Раздаточная коробка постоянно вращает карданный вал, соединённый сзади с простым угловым редуктором. А вот в приводе задних осей находятся электромагнитные муфты сцепления. Всё это помещено в один корпус на задней оси. Таким образом, полнопривод Nissan Juke можно назвать «part-time» с жёстким подключением задней оси. Всем процессом управляет электроника, поэтому водителю не надо париться о функционировании полнопривода. К ресурсу этой трансмиссии также никаких вопросов нет. Но она не любит покатушек в грязь по пороге, потому что в задний редуктор может попасть эта же грязь и влага. В салоне Nissan Juke есть несколько слабых мест. Прежде всего, это шлейф рулевого колеса. Он какой-то неудачный в принципе. Нередко разматывается, плохо сматывается, шелестит при повороте руля, затем обрывается. При этом отключаются все кнопки, включая клаксон. Оригинальный шлейф не дешёвый, его надо менять, но в ряде случаев шлейф удается подпаять. Также многие владельцы Nissan Juke столкнулись с отказом мотора вентилятора печки. В нём напрочь изнашивается коллектор, и его надо менять на новый. Новый оригинальный стоит примерно 160 долларов, но сейчас хватает заменителей по стоимости вдвое дешевле. А в комплектации с климат-контролем со временем нарушается переключение потока воздуха. Причина – поломка сервоприводов заслонок и температурная деформация их корпуса. Часто проблема возникает в морозы. Это дорогая в устранении неприятность, так как тяга, рычаги заслонок и сам блок в целом стоят очень дорого. На Nissan Juke первых двух лет выпуска очень глючной оказалась магнитола. Она отказывалась читать диски, ловить радиоволны и просто не включалась. Её меняли по гарантии. А в машинах, в которых была предусмотрена кнопка для запуска двигателя, меняли эту самую кнопку по гарантии, потому что она просто залипала. Все эти детские болячки и многие другие были устранены во время рестайлинга, который прошёл Жук в середине 2014 года. Ну а сейчас мы, как обычно, поедем на СТО, чтобы рассказать об этом Жуке подробнее. Напомним, что у нас есть двухколёсный бренд MotoStrong, который привозит отличные мотоциклы из Европы с минимальным пробегом и полным комплектом документов. Обязательно обратитесь в MotoStrong. Все ссылочки и подробности в описании. Мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid Auto Service. Сегодня это современно оборудованная станция Миура, город Минск. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Instagram и автоцентра Миура и следите за их предложениями. Все ссылки и подробности в описании. При осмотре Nissan Juke на подъёмнике надо обратить внимание на несколько неудачных мест. Если двигатель начал грубо рычать выхлопом, то надо обратить внимание на выхлопную систему. Здесь на многих автомобилях прогорает прокладка между выпускным коллектором и приёмной трубой. Также прогорают прокладки между стыками глушителя. Также нередко образуются коррозионные дыры на заднем фланце катализатора. Нижняя опора двигателя на многих Nissan имеет чудаковатую конструкцию – демпфер, если оригинал ходит 100 000 км, если не оригинал – менее 100 000 км. При износе этого демпфера появляются толчки и рывки при движении на малой скорости. Также при пробеге в 100 000 км при проезде неровности в передней подвеске может появиться глухой стук. Источником будут втулки-сайлентблоки переднего подрамника. Nissan отдельно втулки-сайлентблоки по оригиналу не продаёт. Если владелец хочет купить оригинал, то ему придётся ждать подрамник со втулками, стоимость которого – 1000 долларов. Но это бред. Эту проблему изящно решают неоригинальные производители, которые продают отдельно втулки-сайлентблоки для Juke. И лучше с этим решением не затягивать, потому что появится ещё один стук прямо в рулевой колонке. Рулевой карданчик на Nissan Juke и так не особо долговечен, а подпрыгивающий подрамник реально сократит его срок службы. Ещё одно слабое место в передней подвеске Juke, которая привлекает внимание скрипом и хрустом при повороте руля. Это скрипят опорные подшипники амортизационных стоек. Вся подвеска Nissan Juke стальная. Передние рычаги по оригиналу стоят 150 долларов штука. Ходят примерно 130 тысяч километров. При желании можно купить неоригинальные рычаги. Также можно купить сайлентблоки и шаровые опоры, и запрессовать их. Электрическая рулевая рейка обычно никаких вопросов не вызывает. Амортизаторы сдаются на рубеже 100-120 тысяч километров. Задняя подвеска ни в переднеприводном, ни в полноприводном варианте не является хлопотной. Однако при износе сайлентблоков торсионной балки её либо придётся менять на новую, либо придётся заменить сайлентблоки на неоригинальные. То же самое можно сказать и про трёхрычажку на полноприводных версиях. Либо оригинальные рычаги, либо неоригинальные сайлентблоки. Обычно при пробеге в 150 тысяч километров задняя подвеска Nissan Juke не требует никакого внимания. Андрей только что продиагностировал вот этот Nissan Juke. Андрей, что скажете? При диагностике мы нашли такие неисправности, как люфты шаровых опор. Но на этом автомобиле придётся заменить рычаги, так как после предыдущих ремонтов шаровые опоры были прихвачены на сварку. Также нужно заменить левый наконечник рулевой. Он имеет люфт. Пыльник внутреннего шруса имеет трещины. Перед зимой, конечно, лучше его заменить. И также имеется износ на сайлентблоках задней балки. Ну а в целом, что скажете про Juke? Nissan Juke хорош, неприхотлив. Конечно, сказывается японское качество. Ну и данный автомобиль не очень редко к нам заезжает, потому что очень редко ломается. Спасибо! Вот такой обзор по слабым местам Nissan Juke у нас получился. Машина надёжная, простая, но, например, устранение некоторых нюансов подвески по стоимости может неприятно удивить. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие информативные видео, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, мы обязательно его прочитаем. Нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео. Закиньте его в соцсети. Те, кто надо, сами посмотрят. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами была компания «АвтоСтронг».